Мы находимся внутри самоходной артиллерийской установки «Богдана». Вес этого транспорта – 28 тонн. Дальность выстрела – около 40 километров. Машина полностью бронированная и выдерживает наезд на мины и разлет осколков боеприпасов. Модернизированная самоходная колесная гаубица «Богдана» способна использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155-мм калибра. Это первая в Украине самоходная артиллерийская установка 155-го калибра полностью нашего производства. Это ствол, установленный на шасси. Шасси у нас на базе МАЗа на машине. Тут есть большой плюс в том, что это самоходная машина. Она мобильная, может передвигаться, может отрабатывать с одной позиции, потом работать с другой. В этом есть наши плюсы. И у нас очень большая дальность стрельбы. Мы стреляем на 40-42 километра. Это максимальная дальность, на которую мы можем работать. Калибр 155 мм даёт нам очень большую степень поражения. Будь то живая сила или бронетехника, которая у противника есть. Это очень большая сила во время разрыва самого снаряда. Обновлённый образец установки сейчас работает на вооружении 57-й отдельной мотопехотной бригады в Донецкой области. По словам военнослужащих, за сутки с её помощью они могут поразить более 10 целей. Работаем и днём, и ночью. Батарея выполняет задания по любому приказу. Пришёл приказ, и мы работаем. Мы улучшаем сейчас свои позиции. Я думаю, дальше будет ещё лучше. И мы делаем очень сильное огневое поражение для противника. И я думаю, из-за этого они немного начали сдавать свои позиции. Экипаж одной самоходной колёсной гаубицы – 5 человек. Олег – водитель одной из таких установок. Нам показывает возможности украинской разработки. В этой машине стоит такой экран. Это для ночной езды стоит. Впереди камера стоит, сзади камера стоит. Можем смотреть днём, как едет, и ночью выключаются фары, включаются специальные огни. Там стоят лампочки, так что можно ехать на ней ночью без света. А за счёт чего видно дорогу? Стоят камеры. Стоят там инфракрасные такие датчики, которые дают возможность камере работать ночью. Богдана на колёсном ходу может преодолеть от 300 километров по бездорожью и 800 по шоссе на одной заправке. Часть её механизмов автоматизирована, в том числе и система огнетушения. Одно, что включил насос, включил передачу, как машина должна работать – установка. И парни дальше компьютером работают на установке. Всё, чтобы поднять орудие, опустить орудие, повернуть пушку. А дальше работа наводчика, чтобы подстроить, чтобы точный был выстрел. Тут оно не полностью всё автоматизированное, но автоматически машина раскладывается, автоматически складывается. А уже подвести под выстрел – это делает наводчик. Это уже он делает сам. У него есть там своё рабочее место, где он работает. Командир орудия даёт ему координаты, которые необходимо ввести, выставить машину, и тогда начинаем работать. Олег на фронте с начала полномасштабного вторжения России рассказывает, до 24 февраля 2022 года планировал ехать на заработки в Польшу. Война изменила планы, пошёл в военкомат. О своём выборе 52-летний военный говорит – не пожалел ни минуты. «А кто-то должен это делать, потому что тоже есть дети, есть жена, есть семья, есть мама. Она больна на данное время. Всё равно эту работу кто-то должен сделать. А кто, как не мы?» Получив цель, команда установки менее чем через 10 минут готова наносить поражение противнику. «Поступил приказ. Оружие к бою. Будем сейчас отрабатывать по живой силе противника. Расчёт Богданы задачу получил. Выполняем». Уже после отработки целей главное – быстро замаскировать установку, чтобы не быть обнаруженным аэроразведкой противника, говорят военнослужащие. А затем снова дежурить и ожидать новый приказ. Анастасия Волкова, Артём Воронин. Из Донецкой области. Для телеканала Freedom.